Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Около 10 миллионов рублей могут конфисковать у депутатов Кировской области. Прокуратура в судебном порядке потребовала обратить в доход государства денежные средства экс-депутата Зуевской районной думы. Установлено, что в 2021 году на расчетные счета депутата и его супруги поступили 9 миллионов 700 тысяч рублей. Однако законность их получения не подтверждена. По этому факту прокуратура обратилась в суд. Сейчас иск находится на рассмотрении. Полномочия депутата досрочно прекращены. Экономика. Объекты культурного наследия в Кирове планируют сдавать в аренду за 1 рубль. Льготная оплата будет предусмотрена для объектов культурного наследия, которым требуется ремонт или обеспечение сохранности. Аренда за такие помещения будет рассчитываться из расчета 1 рубль в год за 1 квадратный метр, сообщает городадминистрация. Договор можно будет заключить сроком на 49 лет. Для этого предпринимателям нужно пройти процедуру аукциона. В ближайшее время власти составят список таких объектов. Впоследствии он будет размещен на главной странице сайта мэрии. Окончательное решение по вопросу примут 29 марта на заседании Гордумы. В эфире «Экономика». Почти 105 миллионов выделят на завершение строительства школы на Пролетарской. Распоряжение об этом, подписанное губернатором Александром Соколовым, опубликовали на сайте правительства Кировской области. Изначально здания на Пролетарской 11А должны были построить летом 2022 года. Затем срок сдачи перенесли на конец 2022 года, но и он был сорван, из-за чего, к слову, лишился своей должности исполняющей обязанности замглавы администрации Сергей Стяшкин, который был куратором строительства объекта. Изначальная стоимость работ – 208 миллионов рублей. И в завершении выпуска о курсах валют доллар сегодня 76,31 рубля, евро 83,15. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.